Здравствуйте и добро пожаловать в Сочи! Сегодня здесь, в Ледовом дворце Большой, пройдет очередной матч регулярного. В чемпионатах континентальной хоккейной лиги встречаются местная команда Хоккейный клуб Сочи и Казанский Акбарс. Но вот сегодня не попал заявку другой защитник Кирилл Воробьев, и Петров призван его заменить. Первый момент у ворот сочинцев, и шайба влетает. Створ. Вот так вот. Удается отличиться Дмитрию Воронкову. Коленник мешал, но выбрался на пятачок. И здесь, на мой взгляд, не очень удачно клюшкой сыграл Илья Придскурюков. И тем самым помог Воронкову вернуть шайбу себе. И Воронков первым же касанием вколотил ее в ворота с неудобной руки. Томилин вчера также без набранных очков от площадки не ушел. Но забросить у него не получилось. Хотя отличная возможность для этого была. В втором периоде на Томилине были нарушены правила. И был назначен штрафной бросок. А вот так вот казанцы забрасывают свою вторую шайбу. А Кирилл Петров, кстати говоря, во второй смене набирает уже второе очко. Ну и показывает нам Илью Придскурюкову. По сути, два опасных броска. Было нанесено в первые минуты по его воротам. И дважды он пропустил. Но здесь началось все с не самой удачной игры Назаревича, который по шайбе не попал. Затем был вынужден принимать поспешное решение. Ну а потом уже партнеры Назаревича допустили грубейшую ошибку на выходе из собственной зоны. Налево на Азиганова. Здесь сразу два защитника и три форварда. У Акбарса фрайтин добивание. И третья шайба влетает в ворота сочинцев. Но это уже серьезная заявка на победу. От синей линии Викстронтова вносил. И фрайтин первым оказывается на подборе. И мастерски отправляет шайбу в ближний верхний угол в воротах. Да, Дмитрий Шикин меняет по Старикова в воротах. Но вот здесь ошибка. И есть возможность у Галиева бежать на рандеву. 4-0 шаг становится. Галиев не сумел переиграть Шикина в ближнем бою. Но на помощь ему пришел партнер. Здесь вопросов к Шикину никаких. Здесь вопросы к полевым игрокам. В частности, вот здесь. А Лугин допускает очень грубую ошибку. Оказался на месте левого защитника. Потерял шайбу из вида. Более того, потерял еще и равновесие. В связи с чем не сумел вернуться назад. Если удастся забросить одну, может быть, две шайбы сейчас, то в третьем периоде будет еще время для того, чтобы отключиться. И еще. Вот, удается это сделать. Пожалуйста, то, о чем я сказал. Никита Точицкий показывает его нам. Суть по всему, именно он становится автором заброшенной шайбы. Смотрим, здесь оппозиционная атака. Удалось, удалось сочинцам отвоевать шайбу. Наброс Рахимулина. Основен отбоевывать шайбу. После сбрасывания Викстранд. Наброс и шайба в сетку. Вот так вот. Вот так вот реагирует на первую пропущенную шайбу казанцы. И отвечает своим пятым голом. Здесь основе в шестой выигрывает сбрасывание. Журавлев выставляет шайбу до Викстранд. Да, тот с кистей набрасывает от синей линии. И видим мы, что Песенко здесь находился на чужом пятачке. Создавал он там трафик. И потом сам Галеев бросал после выхода два в одного. Но в сквор не попало. А Табурмакян здорово добавляет ногами. Как отстоять. Чехуковит от защитников Адмаса. И делает счет пять дуа. Табурмакян спокойно так промчался к воротам. Переложил шайбу в очень удобную руку. И отправил ее в Сеху. Повторюсь, не так много свободного пространства. Она площадка канадского размера. А вот здесь шайба в штангу попадает. И потом оказывается в воротах. Первого подправлял до передачи Илья Крикунов. Сделал передачу с неудобной руки. Шайба летела по воздуху. Крикунов. С лета ее подправляет в штангу. И Стряул первым оказывается на чужом пятачке на добивании. Потерял из виду шайбу Рейдаму. Основин налево. Галеев. Основина. И не жадничает. Не жадничает Галеев. И основин забрасывает шестую шайбу. Казанцев уже в пустые ворота. Не удалось сочинцам при игре в формате 6 на 5 отличиться. Но возможности для этого были чуть раньше. Когда команда Сергея Зубова на протяжении 4 минут играла в большинстве. Легендарные топоры из газа. Мокрые, мощные.